Специалисты МЧС и волонтёры рекомендуют всегда брать с собой минимальный набор, который в экстренных случаях поможет продержаться в лесу несколько дней. Медикаменты, вода и еда обязательно, даже если вы не планируете быть в лесу дольше двух часов. Заряженный телефон, спички, даже если вы не курите, спички или зажигалка, положить в карман тоже, веса никакого нет. Удобная и практичная одежда – ещё один важный аспект, о котором стоит подумать, отправляясь в лес. Зачастую грибники отдают предпочтение камуфлированной расцветке. Этот выбор становится грубейшей ошибкой, так как в таком обмундировании человек сливается с местностью. И если он заблудится в лесу, такая одежда только затруднит его поиск. Если нет яркой одежды, можно поверх одежды одеть вот такую накидку. Сейчас она в любой машине есть. Её несложно накинуть, она не мешает, весит немного и в ней не жарко. Компас, складной нож, репелленты – все эти вещи не занимают много места в рюкзаке, но помогут выжить в дикой природе и дождаться помощи спасателей. Специалисты поисковых отрядов рекомендуют не тратить силы, бесконечно блуждая по лесу, а найти какой-либо ориентир и при возможности описать его волонтёрам или родственникам по телефону. Если человек заблудился и натыкается на речку или дорогу, ни в коем случае нельзя её пересекать. Нужно или оставаться на месте, или идти вдоль этой дороги. То есть дорога в любом случае куда-то приведёт. Спасатели и волонтёры всегда работают со специально обученными собаками, которые улавливают запах человека. Обнаружив заблудившегося, четвероногий помощник громким лаем обозначает местонахождение человека. Это значит, что через несколько минут к нему подойдут специалисты и окажут необходимую помощь.